Привет, друзья! Это Forbes Digest, меня зовут Ярослав Бабушка, и на сегодня мы вновь поговорим про ошибки миллиардеров. В этом выпуске у нас Олег Тиньков и Павел Дуров. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Давайте начнем! Самая классика проблем бизнесменов – налоговые и недавники из миллиардера Олега Тинькова в США. Олег Тиньков – начало нулевых, уже преуспевающий бизнесмен, который продает сеть «Техношок». По сути, я приближаюсь к избавлению от этой сети. Занимается пивом со своей фамилией, в названии имеет свою пивную на Невском проспекте в Петербурге, которую любил посещать даже Иван Ургант. Ну вот с чего все началось? Потому что я застал тот момент, когда был пивной ресторан, твоим именем названный. И это был первый, собственно, большой пивной ресторан в Санкт-Петербурге, где варилось пиво и так далее. В ней, кстати, Тиньков как-то раз пил пиво с Владимиром Путиным. Я Путина видел один раз в жизни у себя в ресторане Тиньков, мы с ним пили пиво. В Петербурге в 2000 году он только стал президентом, он ко мне заехал попить пиво ко мне, он в ресторан заехал. Ну и я там оказался, я с ним буханул, мы так про Германию, про его поговорили. В общем и целом, после этого я его не видел. В то время Олег был очень увлечен США. Америка была, есть и остается для меня страной-кормилицей, страной-поставщиком идей. Какой бы бизнес я ни делал, я всегда питался информацией, питался каким-то вдохновением именно от американского бизнеса. Потому что, как ни крути, американский бизнес – это наука. Есть физика, математика и есть бизнес в американском понимании. История взаимоотношений между Олегом Тиньковым и Соединенными Штатами Америки на самом деле очень интересная. В 90-е и 2000-е он прожил в США в общей сложности 6 лет. 10 сентября 1996 года Олег Тиньков стал гражданином США, а в 99-м году окончил в университете Беркли курс по маркетингу. В своей книге «Я такой, как все» Олег Тиньков пишет «Именно там я научился понимать бизнес, предпринимательство, свободу, все то, чего так не хватает в России. Если вы хотите стать настоящим предпринимателем, то я вам очень советую съездить в Америку, поработать, поучиться в университете, посмотреть, как там все происходит». По рассказам директора по маркетингу Тинькова тех лет Самвела Аветисяна, Олег даже самостоятельно возил свое пиво в Кремниевую долину в бизнес-классе, чтобы потом расставлять его в модных предпринимательских барах Сан-Франциско. Она на самом деле в моей жизни, то есть они, Соединенные Штаты, сыграли огромную, если не сказать, основную роль. В своих более поздних интервью Олег высказывался про Америку спокойнее. «Жить бы я там точно не стал, я там пожил, хватит». Даже публично троллил американцев несколько раз. «Чаевые 10% или 20%?» «10% и никогда 20%». «Никогда?» «Никогда, только американцы тупые платят 20%.» «Стоп». «Я должен скомпенсировать, а ты мне в любви к Америке, так сказать». «А, скомпенсировать». «Скомпенсировать». «Ночаевые» — это еще полбеды, а вот налоги. Все, кто интересовался правилами жизни в США, знают, что неуплата налогов в Америке в некоторых штатах по степени наказания страшнее, чем убийство. Когда Тинькофф был гражданином США в статусе долларового миллионера, платить налоги было еще терпимо. Но в 2013 году он вывел Тинькофф-банк на IPO и стал миллиардером. Сумма налогов должна была вырасти в разы, и Тинькофф отказался от американского гражданства. По версии американской налоговой, он заплатил налог на экспатриацию, так называемый «экзит-такс», в статусе бизнесмена средней руки, а не миллиардера. Что же случилось? Что это за налог такой? И мог ли Тинькофф ошибиться? Минюст США считает, что Тинькофф занизил свои доходы при подаче налоговой декларации, когда отказывался от гражданства США. Как следует из документов Минюста, Тинькофф отказался от гражданства через три дня после IPO TKS Group, в результате которого его доля, как контролирующего акционера, стала стоить более 1 миллиарда долларов. Однако в подписанной декларации миллиардер указал, что его общее состояние составляет 300 тысяч долларов, то есть в 3333 раза меньше, чем оценили власти США, а полученный доход за 2013 год – 205 тысяч долларов. Тинькофф обвиняется по двум пунктам – изготовление и подпись заведомо недостоверной налоговой декларации, изготовление и подпись недостоверного документа. Сообщается, что по каждому пункту обвинения максимальный срок наказания для бизнесмена может составить 3 года лишения свободы. Таким образом, суммарно Тинькоффу грозит 6 лет заключения, а также денежные штрафы по 250 тысяч долларов по каждому пункту обвинения. Бизнесмен сейчас находится в Лондоне, где ему пришлось заплатить 20 миллионов фунтов стерлингов – это почти 26 миллионов долларов – в качестве залога за свободу. Судьбу Олега Тинькова будут решать в Вестминстерском магистратском суде, где у него уже запросили огромную сумму – 20 миллионов фунтов стерлингов в качестве залога. Но это хотя бы позволяет ему на время разбирательства находиться дома, а не в тюрьме. О сумме залога сообщил британский таблоид «Сандиэкспресс». По информации издания, Тинькофф обязан носить электронный браслет, и с 7 часов вечера до 7 утра ему запрещено покидать стены своего лондонского дома. Миллиардеру запрещено покидать страну. Он должен оставаться в пределах трассы М-25. Он должен сдать свои паспорта и являться в полицию три раза в неделю. Экстрадиции в США не случилось из-за состояния здоровья миллиардера. Он борется с лейкемией. В 2020 году Тинькофф перенес тяжелейшую операцию по трансплантации костного мозга. Сейчас он проходит реабилитацию. Бизнесмен создал благотворительный фонд семьи Тиньковых, который нацелен на борьбу с лейкемией. В свободное от лечения время он рассказывает в своем инстаграме о том, как проходит процесс выздоровления. При новогоднем эфире канала «Дождь» Тинькова спросили про проблему с налоговой США. Он от подробных комментариев отказался и назвал американское гражданство ошибкой молодости. Когда растрогалась сделка с Яндексом, вы сказали, что у вас достаточно кэша для того, чтобы решить проблему с молодостью, а именно проблему с Миньюстом США. Значит ли это, что примерно понятно, какую компенсацию вы должны будете им заплатить? Слушайте, у меня действительно была ошибка молодости, и действительно у меня есть процесс. Мои юристы категорически против, что я что-то комментировал. И процесс идет, я думаю, что в первой половине следующего года будет какое-то, вы видите, по барингу у нас не параллельно с Майклом, только в разных юрисдикциях. Это долгие всегда процессы, когда они переходят в криминальное. А будет что в первой половине следующего года, вы сказали? Будет что-то, какой-то... Решение этого вопроса. Мы вот говорим про Россию, да, так вот огульно, что там экономические переводятся в криминальные. А здесь, на самом деле, в Америке не сильно-то лучше, потому что это чисто экономическая ситуация. Но они перевернули специально в криминальные, чтобы, так сказать, ну как бы быть побольше леверидж, да, было, так сказать, у прокурора. Поэтому, как бы, в следующем году будет какое-то решение, ничего я комментировать сейчас не могу, да и новосип никаких нет, собственно. Почему, вот на ваш взгляд, он именно в 2019 году всплыл, почему на вас обратили внимание, налоговые органы начали этой темой заниматься? И, как вы говорите, перевели из экономического спора в сферу уголовного права. Ну да, речь же о 13-м годе, то есть 6 лет ждали чего? Я не знаю, откуда я знаю. Я не знаю, как работает правоохранительная система в США. Ну, таким образом, странным для меня. Давайте дальше, мне больше нечего по Америке сказать. Мы желаем Олегу Юрьевичу скорейшего выздоровления и надеемся, что все вопросы с налоговой США в скором времени удастся решить. Павел Дуров и неудача с платформой ТОН и криптовалютой ГРЭМ. В 2021 году Павел Дуров красиво ворвался в десятку самых богатых бизнесменов России. Он смог пододвинуть традиционных лидеров рейтинга, металлургов и нефтяников. И стал единственным айтишником в десятке. При этом самым молодым из всех. Напомню, что Дурову нет и сорока. К тому же он еще и холостяк. Но путь Дурова не без ошибок. И если драматичный разрыв отношений с ВКонтакте, продажа компании холдинга Усманова, Mail.ru Group, отъезд из России, скандалы вокруг запрета Телеграма, можно рассматривать с разных сторон. Кто-то рисует из Дурова, например, рыцаря на белом коне. Кто-то говорит, что эти решения были чересчур эмоциональны. То недавнее событие с платформой ТОН и криптовалютой ГРЭМ можно отнести к неудачным главам в карьере Павла Дурова. И опять, это история русского коммерсанта в Америке. Впрочем, все опыт. В Соединенных Штатах нашим бизнесменам приходится сталкиваться не только с жестким налоговым законодательством, но еще и с регулированием онлайн пространства. Что в первую очередь является проблемой для айти бизнеса. В данном случае примером является кейс Павла Дурова, который не рассчитал свои возможности в противостоянии с регуляторами на рынке США. Основатель сети ВКонтакте и мессенджер Телеграм хотел запустить блокчейн-проект ТОН, Телеграм Open Network, в рамках которого планировалось выпускать цифровую валюту ГРЭМ. В 2018 году Телеграм запустит Телеграм Open Network. ТОН. Быструю, масштабируемую и удобную для пользователей криптовалюту и блокчейн-платформу. Каждый пользователь Телеграма получит ТОН кошелек, а это означает, что данная цифровая валюта станет самой распространенной в мире. В силу особенностей архитектуры сети, ее пользователей значительно сложнее идентифицировать, а ограничить доступ к сайту практически невозможно. Звучит круто, да? Но уже чувствуется, что едва ли какому-нибудь государству в мире это понравится. По задумке, с технической точки зрения, сайты ТОН мало чем отличаются от обычных веб-страниц. Однако доступ к ним осуществляется посредством сети ТОН, которая работает как бы поверх интернета, так называемая оверлейная сеть. Но в 2020 году проект потерпел фиаско. Правительство США в итоге не позволило создать неподконтрольную платформу. Комиссия по ценным бумагам США, СЭК, запретила выпуск криптовалюты ГРЭМ, признав ее ценной бумагой. Дурову пришлось вернуть более 1,2 миллиардов долларов, привлеченных из 1,7 миллиардов инвестиций от крупных платчиков со всего мира. Среди инвесторов ТОНа есть и известные российские фамилии. Например, печально известный бывший министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов, который сейчас сидит в местах не столь отдаленных. Он инвестировал в платформу 20 миллионов долларов через фонд Беттиас Холдингс Лимитед. Также по данным комиссии по ценным бумагам США, в проект вложились российские миллиардеры. Роман Абрамович 10 миллионов долларов и сын миллиардера Михаила Гуцериева, самостоятельный участник списка Форбс Саид. Он вложил 15 миллионов долларов в ТОН через фонд. Вернул ли дуров деньги нашим соотечественникам, неизвестно. Комиссия по ценным бумагам США обязала его вернуть средства только американским инвесторам. Про наших ничего не знаем. Казалось бы, почему данным вопросом стала заниматься комиссия по ценным бумагам? Это же вроде криптовалюта. По данным комиссии, ГРЭМ является ценной бумагой и регулируется законом США о ценных бумагах. Следовательно, ее эмитент, или, проще говоря, ее выпускатель, должен раскрыть информацию о своем финансовом состоянии, направлениях деятельности, возможных рисках, менеджменте и так далее. Основная претензия к дурову в том, что Телеграм нарушает американский закон о ценных бумагах. Миллиардер же утверждает, что ГРАМ – это не ценная бумага, а валюта, и раскрывать ничего и ни перед кем он не должен. Но бороться против правительства бесполезно. В данном случае психануть и уехать глупо. Да, кажется, и уже некуда, да и поздно. Вы думаете, что я вас не переиграю? Что я вас не уничтожу? Главная ошибка дурова, по мнению комиссии, заключается в том, что у Телеграм было много законных способов получения финансирования. Но Павел не хотел отказываться от своего безграничного контроля над компанией и не собирался предоставлять всю необходимую информацию инвесторам. Отчасти это похоже на ситуацию, когда дуров не стал предоставлять властям персональные данные пользователей и связки ключей от своего мессенджера. Тогда он выглядел героем, а здесь не получилось. Не получилось, не фортануло. При этом сам дуров заявляет, что тон был разработан, чтобы разделять принципы децентрализации, впервые внедренные биткоином и эфириумом, но значительно превзойти их по скорости и масштабируемости. Теперь это уже история. В медиаполе дуров также раскритиковал США и выделил недостатки Америки. Сделал он это как бы в ответ позитивного и мотивационного фильма Юрия Дудя о Кремниевой долине. Дуров написал, что Соединенные Штаты – полицейское государство, которое является лидером по количеству людей, сидящих в тюрьмах, с недоступной медициной, высоким уровнем преступности, большим количеством бездомных, высокими налогами, посредственным средним образованием и слабыми перспективами, поскольку американский рынок перегретый и зарегулированный сегмент мирового интернета. Интересно, если бы в США с тоном и граммом все случилось, дуров бы также критиковал Америку? Это загадка. По публикациям в медиа кажется, что Павел выбрал местом своего обитания Дубай. Недавно в сети появилось его фото с наследным принцем Шейхом – Хамданом, Бин Махамедом, Бин Рашидом, Аль Мактумом. Цели и детали встречи не раскрывались, естественно, но, по словам Шейха, в его твиттере власти и жители Дубая гордятся тем, что город укрепил свои позиции в качестве платформы, на которой те, кто стремится к успеху, могут превратить свои мечты в глобальные достижения. «Мы продолжаем предоставлять все для поддержки творческих людей и владельцев креативных идей в их движении к полноценному будущему», – добавил Шейх. Дуров же отметил, что экосистема стартапов, развитая инфраструктура и благоприятное для бизнеса законодательство, которое предлагает Дубай, сделали его центром для талантов и предпринимателей, которые стремятся выйти на глобальный уровень. В 2017 году Телеграм открыл штаб-квартиру на 23-м этаже одной из башен комплекса Дубай-Медиа-Сити. Сам Дуров, ранее получивший гражданство Федерации Сен-Китс и Невис, заявил о том, что он решил поселиться в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов. Главной причиной, по которой его выбор пал на Дубай, Павел называет отсутствие налогов. В общем, кажется, началась большая арабская глава создателя ВКонтакте и Телеграма. Однако источники говорят, что Павел частенько бывает и в Санкт-Петербурге. Спасибо за просмотр, друзья. С вами был Forbes Digest. Следите за обновлениями, подписывайтесь на канал и не бойтесь ошибаться. На ошибках учатся и не ошибается лишь только тот, кто ничего не делает. Продолжение следует...